Ребята, всем привет! Я даже не знаю, с какой фразы начать это видео, так как после моих поездок у меня все видео начинаются одинаково. Типа, всем привет-привет, давно не было видео на моем канале, я по-моему так скучала и так далее. Это правда, я по-моему очень скучала и снимала... снимала... и скучала по съемкам этого видео, такого плана видео. Опять же, это заезженная уже фраза моя и, наверное, некоторых блогеров, которые тоже пропадают так вот, с такого формата. Дело в том, что во время моих поездок у меня накопилось немало новых вещей, сформировался очень яркий и летний гардероб и я с удовольствием хочу вам его сегодня показать. На мне сейчас интересный аутфит, по крайней мере, мне он нравится а-ля Ким Кардашьян. Это юбка ниже колена в обтяжку полностью, цвет необычный, модный, сейчас металлик в моде снова, укороченный топ черный, а также серьги, как мне кажется, идеально подходящие под юбку. И, если честно, я вначале купила эту юбку, а потом уже думала, что же я буду подбирать к этой юбке, какие аксессуары, какие вещи мне нужны. Образ, мне кажется, получился очень здоровский, яркий, необычный. Америка. Эти вещи были куплены у нас в Казахстане, не за границей, в нашем H&M. Так что все окей, мне кажется, если очень хочется, то обязательно что-нибудь найдешь. И на мне еще очень интересные черные босоножки со шнуровкой, которые подходят идеально под топ со шнуровкой, мне кажется, так это все в темку. Эти босоножки я купила в Аутлете в Америке, они были единственного размера, 11, 11 это примерно 40-41 на такую, знаете, большую ногу, как у меня. Вальдо. Это было Вальдо с огромной скидкой, буквально за копейки я приобрела эти босоножки замшевые, и я от них в восторге. Очередная маленькая красавица пополнила мою коллекцию сумочек. Такого цвета у меня еще нет, мне не хватало этого цвета, и тем более на эту сумку была скидка, почему бы и нет. Также в Аутлете мы ее купили в Michael Kors практически 50%, то есть она стоила в половину дешевле, чем в Duty Free. Я, конечно же, сказала, Вова давай брать, потому что реально она дороже стоит везде. И Вова расщедрился, подарил мне вот сумочку, спасибо Вова. Я знаю, что есть люксовые бренды в точно таком же цвете, точно таком же размере, но мне как-то жалко пока тратить деньги на очень дорогие сумки, которые выше 500 долларов. Даже 500, мне кажется, это очень много. Ну вот честно, 300 долларов это потолок, если сумка стоит для меня, но я не готова пока тратить такое количество денег на сумку, да, на сумку, либо на обувь. Нет, извините, не готова. Честно сказать, мы неплохо пошопились в этом Аутлете, там даже был Аутлет Disney, игрушек Disney. Мы купили в Саре огромный набор со всеми героями из мультфильма Муана за 10 долларов всего лишь. Вы можете себе представить, за 10 долларов. Игрушки были примерно вот такого размера, все персонажи из мультфильма. Вот такой размерчик. Коробки был. В принципе, у нас бы стоил такой набор, я думаю, долларов 80. Там же мы шли-шли-шли и нашли ГАЙС. Я люблю ГАЙС, потому что у них прикольные вещички попадаются, стильненькие. И опять же, там были скидки. И я нашла этот рюкзак. Белый рюкзак, он подходит подо все. Единственный минус то, что быстро марается эта сумка. Ее нужно все-таки каждый раз протирать с влажной салфеткой. И здесь еще есть огромный минус, как на мой взгляд, так это один замок, то есть одна собачка. Когда вы держите сумку одной рукой, и когда у вас открыта сумка где-то на улице, вам вообще неудобно. Получается, вы подтягиваете до половины, и все, вы больше не можете, потому что одна рука занята, вы держите сумку, а вторая сянет. Вы не можете вот так вот сделать и закрыть ее до конца. То есть здесь не хватает второй собачки, как на всех сумках, которую вы можете также другой рукой взять и потянуть вверх. Это огромный минус этого рюкзака. Эти очки взорвали мой инстаграм, потому что понравились практически всем. Даже снапчат сейчас делали образ с такими же очками. В общем, они на пике популярности. Даже некоторые мне пишут, Женя, это снапчат или это твои очки? Это мои очки, которые я заказывала на китайском сайте. И ссылку на него я оставлю под видео, потому что я не помню, с какого именно сайта, потому что заказов было много. Я найду и оставлю на эти очки отдельную ссылочку. И вторые очки, которые тоже вам нравятся. Их я покупала у нас в Алматы. И бренд этот называется Hermosa, итальянский или испанский бренд. Не давят на щеки, не давят на нос. Легкие сами по себе эти очки. И, кстати, многие у них модели этой марки Hermosa очень комфортные, очень-очень легенькие. И качество хорошее, говорят, линза хорошая. Так что можете обратить внимание. Да, в последнее время меня потянуло на металлик. Эту куртку я покупала в H&M. Она была последняя. Последнего размера S. Я, когда увидела, что это S и что это последний размер, подумала про себя, что я должна ее купить. И неважно, как раз она будет или не как раз. Конечно, если была бы эта M, мне было бы намного комфортнее в этой куртке. И она бы лучше смотрелась. S, она мне немножко так сидит. Но это чувствую только я. Со стороны этого не видно, незаметно. Да, девчонки, я знаю, что вам понравился этот костюм. Очень красивого розового цвета. Я покупала этот костюм в Праге. Бренд называется Lindex. Я вам сегодня покажу еще аксессуары, которые я приобрела в этом же магазине Lindex. В этом магазине цены, конечно, приемлемые, но не слишком дешево. Я бы сказала, что на уровне Top Shop. Top Shop, потому что очень дорого. Как по мне, особенно новые коллекции. Даже, мне кажется, слишком дорогие. Ну и раз мы заговорили про Top Shop, я хочу вам показать вот эти брюки. Посмотрите, какие они яркие. Я сразу в них влюбилась. Они на завышенной талии, ниже колена. Смотрятся, если ноги вместе, то как юбочка. И к этим брюкам я решила выбрать белый короткий топ. Еще я надевала этот комплект с красным пиджаком. Он оранжево-красный, не совсем красный, как я выразилась, но сочетание просто превосходное. Это невообразимая игра красок. Посмотрите, как это клево и круто смотрится. Это все я надевала в Праге на День любви в парке. Ко мне даже подходили люди фотографироваться, сделали миллион комплиментов. Насколько я была яркая и как им нравится мой образ. Что я даже сама не ожидала, что так могу одеться. И под этот прекрасный образ у меня были очень яркие туфли-босоножки от Zara. Честно сказать, многие тоже сделали мне комплименты на эти босоножки. Спрашивали, что за бренд-то, когда я говорила, что это Zara. Никто не верил. Типа, Zara? Не может быть! Я говорила, да, представляете, это не Луи Виттон. Теперь я хочу вам показать очень крутые туфли. Невероятно красивые с шипами, которые я заказывала на Купи Вип, когда была в Москве. Давно я не заходила в интернет-магазин Купи Вип. И там бывают часто, что очень классные скидки, большие скидки на брендовые вещи. И когда мне нечего было делать, когда я ждала свою визу в США, я залезла на сайт Купи Вип и нашла вот эти туфли. Крутые! Посмотрите, какие они крутые! Они очень красивые, они похожи на мужские. Но я как раз-таки искала эту модель. Это итальянские туфли, итальянский бренд. По-моему, Giaco Morelli называется. Да, и на них была классная скидка на Купи Вип. Там бывают офигенные скидки. Если кому интересно, я оставлю ссылку под этим видео. Ну вот и все. Самые интересные вещи я вам показала. Надеюсь, вам это видео понравилось. Если есть какие-то вопросы, задавайте их в комментариях. Пишите в комментариях. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока!